12 человек пострадали в результате аварии в центре города. Вечером 16 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы Грязнова маршрутка столкнулась с автомобилем Тойота. Как рассказали очевидцы, микроавтобус проехал на красный и от сильного удара машина перевернулась несколько раз. Позже в ГАИ отметили, водителя пассажирского транспорта прежде не раз привлекали к админответственности за нарушение ПДД. Маршрутка номер 84 ехала в сторону Бородинского микрорайона. По словам очевидцев, на перекрестке Ленина и Грязнова микроавтобус врезался в Тойоту и перевернулся. За рулем легкового автомобиля была девушка. На место происшествия прибыли машины скорой, спасатели и сотрудники ГАИ. По словам автоинспекторов, маршрутчик ехал на красный. Проезжая перекресток проспект Ленина и Грязнова, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Тойота. Сейчас по данному факту ведется следствие. Скорая увезла в Пятую горбольницу 12 пассажиров маршрутки. Троих из них пришлось госпитализировать, говорят медики. В нейрохирургии женщина с черепно-мозовой травмой нетяжелой. И в отделении травматологии, там пострадавшись с переломами, с травмами мягких тканей, с ранами. На нынешний день состояние стабильное у всех, не угроза опасная. У всех было состояние аффекта, вот такое стрессовое состояние, которое, в общем-то, усложняет и диагностику повреждений. Смотрели все наши специалисты, хирурги, травматологи, нейрохирурги, как обычно по отработанной схеме. 70-летняя Антонина Ившина пострадала больше всех. Рассказывает, в тот вечер добиралась домой. Не успела проехать и пары остановок, как все случилось. Буквально чуть-чуть отъехали. Страшное какое-то, как удар, торможение какое-то. И, ну, как бы я перед ней сидел. Вот это то, что я запомнила. Больше я ничего не помнила. Это что-то, гонки у водителей. Понимаете, они друг с другом переговариваются. Сейчас я этого посажу, сейчас я этого догоню. То есть, понимаете, страшно вообще-то ехать. В свою очередь водитель микроавтобуса от помощи врачей отказался, рассказали в больнице. По данным гору управления транспорта, представитель компании-перевозчика оказывает пострадавшим необходимую помощь. В ГАИ отмечают, точку в инциденте предстоит поставить следствию. Добавляют, в прошлом году водитель этой маршрутки пять раз привлекался к админоответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора.